И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Обратимся с вами к словам из Священного Писания, к событиям, которые всегда нам очень остры. Спорит простота веры с лукавым неверием. «Вера, пришедшая к прозревавшему слепцу, просветила умные очи его, и он ясно видит истину. Смотрите, как у него все логично. Спрашивают его, ты что о нем, даровавшим зрение, скажешь? Это пророк, — ответил он, — то есть посланник Божий, облеченный силою чудодейственную. Непререкаемо верный вывод. Но образованность книжняя не хочет видеть этой верности, и ищет уклониться от последствий ее. А так как это не удавалось, то она обращается к некнижной простоте со своим внушением. «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Простота веры не умеет связывать этих понятий, грешность и чудодейственность. И выражает это открыто. «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Что можно сказать против такого неведения? Но логика неверов упряма. И при всей очевидности не стыдится утверждать, что не знает откуда, отверзший очи слепому. «Это и удивительно», — говорит им здравая логика веры, «что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Казалось бы, после этого ничего не оставалось, как преклониться пред силою такого заключения. Но книжная ученость терпеть не может здравой логики веры и изгнала ее вон». «Поди теперь, доказывай истину веры тем, у которых ум растлился от упорства в неверии. Неверы всех времен, люди одного покроя. Мы же с вами сохраним нашу веру в сердце крепко и будем идти путем, который нам с вами открыл Господь наш Иисус Христос для спасения наших душ. На этом, дорогие, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы! 24 мая в четверг православные верующие вспоминают братьев равнопостальных Кирилла и Мефодия. Святые родились в греческом городе Солуни. Мефодий был старшим из семи братьев, а Кирилл – самым младшим. Мефодий сначала служил воеводой в одном славянском княжестве. Там он хорошо выучил славянский язык. После 10 лет службы царю земному он решил послужить царю небесному и ушел в монахи на гору Олимп. Со служением Господу связал свою жизнь и младший брат. По окончании учения святой Кирилл принял сан Иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, а после удалился в один из монастырей при Черном море. Затем Кирилл все же присоединился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. Вскоре император вызвал братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились в Корсуне. Здесь святой Кирилл нашел Евангелие и Псалтырь, написанные русскими буквами. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Святой Кирилл приступил к этому подвигу. С помощью своего брата, святого Мефодия и учеников он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло свершаться богослужение. Это Евангелие, Псалтырь и избранные службы. Это было в 863 году. Для православной России празднование в честь святых братьев имеет очень важное значение. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.